В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В муниципалитете началась работа мобильных бригад врачей Видновской районной клинической больницы. Выезды узких специалистов нам просто необходимо. Ученики Видновской гимназии приняли участие в акции «Собери ребенка в школу». Благотворительность в целом это очень важно в нашем мире. Нужно всегда помогать тем, кто в этом нуждается. Это основа нашего общества. На стадионе «Металлург» состоялся турнир по мини-футболу под названием «Удар в девятку». Любят играть в футбол, должен отстаивать честь школы. На этой неделе в муниципалитете началась работа мобильных бригад врачей Видновской районной клинической больницы. По плану прием жителей состоится в трех населенных пунктах округа. Сегодня узкопрофильные специалисты провели обследование пациентов в Молоковской амбулатории. Здравствуйте! Можно? Да. К амбулатории в Молоково сегодня прикреплено более 7 тысяч человек. Конечно, помощь специалистов, особенно узкопрофильных, здесь востребована постоянно. Поэтому дважды в месяц сюда приезжают врачи из разных отделений Видновской больницы. Записи к ним на прием разлетаются, как горячие пирожки. «Воездные бригады – это специалисты, в которых наша амбулатория нуждается, наши пациенты нуждаются, потому что это огромная помощь в диагностическом и в среднем плане. К сожалению, у нас транспортная доступность не очень хорошая. И вот выезды узких специалистов нам просто необходимы». С 9 утра обследование пациентов в амбулатории начали пять врачей. Это офтальмолог и хирург, невролог, эндокринолог и лор. Каждый за время приема осмотрит не менее 30 человек. Без помощи специалиста никто не уйдет. Хотя время работы бригады расписано до часу дня, на деле врачи работают до последнего пациента. «Очень удобно. Принимали. Никогда такого не было. Доброжелательно так, и все очень хорошо. Первый раз в жизни мне так повезло». На этой неделе мобильная бригада врачей также посетит амбулаторию с обхоза имени Ленина и поселка Володарского. Обследование пациентов проводится по программе диспансеризации. Работать медики будут с 9 утра до часу дня. Александра Сталерова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Ученики Видновской гимназии приняли участие в акции «Собери ребенка в школу». Воспитанникам Центра социальной реабилитации «Вера» передали концтовары. Подобные акции школьники проводят ежегодно. О том, как в гимназии зародилась традиция благотворительности, расскажет Юлия Погасьян. Есть в Видновской гимназии такая традиция – людям помогать. А идет она прежде всего от преподавателей, которые с первого класса учат детей творить благо. Раскрывают в детях добро, и взрослее школьники уже самостоятельно начинают принимать участие во всевозможных благотворительных акциях. Наша задача – только помочь им, наверное, найти ту площадку, направить каким-то образом, своим примером показать, какими нужно быть людьми, какого должен быть, наверное, молодой человек, девушка в современном мире. И что ключевые моменты – это не деньги, не власть, а сила человека, его доброте, милосердие и умение протянуть руку тому, кто нуждается в твоей помощи. В сентябре по традиции учащиеся в Видновской гимназии проводят акцию «Собери ребенка в школу». С первых учебных дней собственными силами формируют наборы с концтоварами и передают их нуждающимся деткам. В этом году адресную помощь ребята решили оказать воспитанникам Центра социальной реабилитации «Вера в поселке Развилка». Благотворительность в целом – это очень важно в нашем мире. Нужно всегда помогать тем, кто в этом нуждается. Это основа нашего общества. Тетрадями, ручками, карандашами, наборами для творчества и прочими канцелярскими товарами будут пользоваться детки, которые посещают в Центре специальный подготовительный к школе класс. В этом году у нас заработала программа, у нас есть дошкольная подготовка, то есть у нас набраны группы, два раза в неделю группы работают. В рамках программы абилитации для детей с ментальными особенностями. И, соответственно, дети, которые нуждаются уже, наши школьники, первоклассники, они тоже могут получить эти необходимые концтовары. Любопытство взяло свое. Дети настояли, чтобы коробки открыли немедленно и самые активные первыми забрали свои наборы. После чего воспитанники Центра отправились на веселый мастер-класс, посвященный дню рождения смайлика. Мне понравилось, как мы делали смайликов, все. И мне понравилось все. Ну, а потом еще и подарки получали, да? В принципе, все нормально, все прикольно. Мне здесь нравится. И вот я хожу на ЭВФК. Здесь теперь я получаю пятерки по физре в школе. Вот. С новыми подарками, наверное, будет еще круче, да? Ну, наверное. Коробок с подарками так много, что было принято решение часть из них отправить в основной филиал Центра Вера в Видном. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В Видновчанка Дарина Моздюк, представляющая клуб единоборств «Хайкик», подписала контракт с промоушеном «Беллатор». Это крупнейшая американская организация, под эгидой которой проводятся бои по смешанным единоборствам. А буквально на днях у нее состоится первый бой, который пройдет на ВТБ-арене. Кто станет ее противницей и как спортсменка готовится к встрече, узнал Максим Козлов. Этот обряд проводится несколько раз в день. Для защиты рук на кисти накладываются специальные повязки. Но и они абсолютно не спасают от повреждений. Несколько участков на руках и ногах заклеены пластырем. Тренировки 2-4 часа в день занимают. Одна-две тренировки, в основном персональные, иногда групповые идут. То есть борьба, спарринги. Примерно сейчас в таком режиме. Железо все уже силовые убрали. И, соответственно, идет сейчас в основном скоростная подготовка и спарринги. Среди профессионалов видновчанки Дарине Моздюк дали прозвище «Красная королева». Ей уже приходилось выступать в различных соревнованиях и побеждать не только примерно равных соперниц, но и вдвое тяжелее ее. Скоро у Дарины состоится бой, который пройдет на ВТБ-арене. Он организован крупнейшим мировым промоушеном «Беллатор». Бой у нас будет 23 октября. И я думаю, что к этому числу она будет уже на пике своей подготовности. Пока что процентов 30 еще не успеваем. Не то, что не успеваем, просто оставляем еще в месяц подготовки. Но в прийти к этому бою она будет уже в идеальном состоянии. Соперницей Дарины на ринге станет полячка Катаржина Садура. В промоушене «Беллатор» она уже провела два боя. В одном одержала победу, во втором проиграла. Видновчанка изучил ее тактику и занятия, построенные таким образом, чтобы отточить технику, которая позволит противостоять более опытной спортсменке. Скоростная ударница, хорошие ноги, хорошая ударка, очень хорошая защита от борьбы, хотя она не борец. В принципе, соперница очень достойная, так что мы подготовимся полным ходом к ней. Всего у Дарины Моздюк подписан контракт на четыре поединка. Так что, видновчанке в течение следующих месяцев придется показать все, на что она способна. А мы будем болеть за нашу спортсменку. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. На стадионе «Металлург» состоялся турнир по мини-футболу под названием «Удар в девятку». В нем приняли участие юношеские команды и школ Ленинского городского округа. Соревнования проходили в рамках антинаркотических мероприятий Московской области. Футбольный турнир «Удар в девятку» в муниципалитете стал уже традиционным. И с каждым разом увеличивается число юных спортсменов, желающих принять в нем участие. В этом году на поле стадиона «Металлург» вышли 24 команды из образовательных учреждений Ленинского городского округа. Мы очень рады, что спортом у нас в районе занимаются все больше и больше жителей, особенно дети, подростки, молодежь. Нам очень приятно и мы гордимся результатами наших спортсменов. Соревнования проходят в рамках областной антинаркотической акции. Посыл данного турнира прост. Наши дети зачастую предоставлены себе, и мы хотели бы забрать их с улицы, хотели бы привить им спортивные навыки, чтобы они развивались. Так как сентябрь у нас посвящен антинаркотической тематике в Московской области, поэтому мы и решили приурочить как раз «Удар в девятку» этот турнир к этой тематике. Для многих ребят турнир «Удар в девятку» – это отличный шанс продемонстрировать свой талант. Учащийся видновской школы номер один Тимофей Колесников занимается спортом уже более шести лет и мечтает стать профессиональным футболистом. Я вот понял, что это мой смысл жизни, что сейчас футбол – это очень продвинутый вид спорта, и можно как бы получить, достигнуть таких великих побед. Юные футболисты соревновались в двух возрастных группах. В каждом возрасте 12 команд. 12 команд, определенные на 4 группы, по 3 команды в каждой. Матч проходит 15 минут игра. Определяются победители в группах, они потом выходят в полуфинал в каждом возрасте. Все участники турнира серьезно подошли к подготовке. Тренировались почти каждый день. У команды из Месайловской школы совсем недавно появилось свое футбольное поле, где теперь можно оттачивать мастерство. Нам про турнир рассказал наш учитель по физкультуре. Мы тренировались, когда еще оставалось 2-1 недели, мы начали тренироваться. Все настроены на победу, надеемся, что выиграем. Построены пришкольные стадионы за последние годы. Это тоже позволило развить и еще дать дополнительный толчок в спорте. И сейчас интерес, он все время увеличивается. Приведу пример. Мы начинали удары в девятку 5 лет. Это было там 8 команд и участников было 150 человек. Сейчас это уже более 500 человек ежегодно. И все проявляют огромный интерес. Как только мы говорим о том, что мы будем проводить турнир удары в девятку, места заполняются буквально за два дня. Победителями в своих возрастных категориях стали команды из Видновской гимназии и школы совхоза имени Ленина. Этот турнир такой более социальный, чем именно спортивный, потому что здесь мы приветствуем уже на протяжении 6-й год. Любой игрок, любой ученик школы может играть. Независимо, где он, с Дюшори, не в Дюшори, в ССК, в Динамо, в Торпедо занимается. Любит играть в футбол, должен отстаивать честь школы. По итогам соревнований также отметили и лучших игроков турнира «Удар в девятку». Ими стали Михаил Клочков и Тимур Гулиев. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаю вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.